Приветствую вас, и на сайте складывается ощущение, в первую очередь, что вы как будто бы забыли, почему ушли от своего молодого человека. Вы как будто бы стали упускать из виду тот факт, что он был с вами груб, тот факт, что он крыл вас матом, тот факт, что он, по сути, гулял с другой девушкой, то есть, по сути, изменял вам, и что вам с ним было некомфортно. Вот, знаете, складывается такое впечатление, что вы это все забыли. И забыли вы это все, ну, знаете, как-то довольно резко, что ли. То есть, вот вы вроде бы как от него уходили, вроде как вы от него уже ушли, а потом раз, и вы начали скучать по нему, значит, спустя какое-то время, после того, как вы ушли от него. Вот, вы начали по нему скучать, и, значит, сорвались, сорвались, и все. И вы вновь ему пишете, вновь вы от него зависите, и так далее, и так далее. То есть, вот, понимаете, складывается ощущение такое, что вы просто забыли, что вам двигало, когда вы уходили от этого человека. Ну, и, соответственно, я рекомендую вам об этом вспомнить. Вы нивелируете сейчас то, что вам важно, вы нивелируете сейчас то, что для вас было актуально, вы забываете об этом, потому что... Почему вы забываете об этом? Вы забываете об этом, потому что ваши желания, которые у вас есть, желание, например, не быть одной, желание, например, быть с мужчиной, вот. Вот эти желания, они не дают вам возможности, они не дают вам способности к тому, чтобы этого человека поставить, например, в покое. Да, они не позволяют вам этого сделать. И вот, собственно, к вам у меня и вопрос. Вот вы когда, смотрите, вы пишете, что, значит, было все равно на него, а сейчас я начала скучать. Вот вы пишете, а сейчас я начала скучать. То есть, сейчас, во-первых, сейчас это когда? Это вот первое, да? Сейчас это вообще когда? Ну, не бряныши, наверное, в этот день. Скорее всего, что-то этому дню предшествовало, что-то с вами происходило. Скорее всего, что-то в вашей жизни, скорее всего, поменялось, если вам было изначально все равно, а потом внезапно, вот, резко вам это стало не все равно. Что-то, ну, то-тур-тур, ну, невzubе, что именно у вас-то произошло. Ибо, понимаете, не бывает так, не бывает так, что вы все равно, все равно, все равно, а потом, раз, и сразу вы начали по нему скучать. Значит, либо вы чем-то замещали его, либо вы, значит, как-то вот отвлекали себя, как-то избегали мысли о нем, мысли про него, или что-то в этом роде, да? Значит, происходила сублимация, и сублимация могла иметь выражение для вас, либо вы надеялись на то, что мужчина все-таки к вам, например, вернется. Вы надеялись, что он вернется к вам, вы надеялись, что мужчина, может быть, даст вам о себе знать. Вероятно, вероятнее всего, вы надеялись, что он все-таки как-то вот о себе напомнит, но он этого не делал, да, он не напоминал о себе никак. И, собственно, вот потом как раз вы и начали скучать. То есть в вашей жизни что-то произошло. Потому что вот это вот то, что вы говорите, что мне все равно на него было, было все равно на него. Знаете, я-то вам, может быть, и верю, что вам было на него все равно, но и вы поймите, что если бы вам было на него все равно, то вы бы не вели себя так, как вы ведете себя сейчас. Понимаете? Это значит, что не было вам все равно. А, скорее всего, как-то вы себя обманывали. Очень сильно это напоминает самообман. Далее, вы говорите о том, что мужчина вас встретил, говорит, что ему на вас все равно, что он злится и так далее. Вот. Ну, это при том интересном условии, что он покрывал вас матом, да, он вообще вел себя с вами, ну, неподобающим образом, скажем так. Ну, это вот к вопросу о вашей самооценке. Это к вопросу о том, как вы себя воспринимаете. Это к вопросу о том, можете ли вы находиться одна. Это к вопросу о том, не боитесь ли вы одиночества. И это самое главное к вопросу о том, что вам, по вашему мнению, именно по вашему мнению, должен дать этот мужчина. Что он вам не только даже, по вашему мнению, но и что он вам давал, мужчина. Что он вам предоставлял такого, что вы в нем вот так вот нуждаетесь очень сильно. Вот об этом я рекомендовал бы вам подумать, потому что тут вот явный, явный есть, ну, явный есть конфликт-конфликт одного с другим. Да, то есть, вот, как вы позиционируете себя и как вы воспринимаете мужчин. Потому что вот у меня, например, сложилось такое впечатление, что мужчина для вас это некое такое что-то статусное. Да, то есть, вам вот нужен мужчина, но вот чтобы был, чтобы был. И долго вы времени без него провести, ну, проводить не можете. Потому что вы его сперва приняли после того, как он вас обманывал, изменял вам и так далее. Да, ну, грубо говоря, прерял вас, гулял с другой девочкой. Вот, а сейчас вы без него не можете и бегаете за ним. Вот. Вопрос на самом деле заключается в следующем. Вы, а, почему, вот, других мужчин не воспринимаете? Почему только, почему только он? Вот что меня интересует. Почему только он? А, почему не, а, ну, почему нет других мужчин у вас? Вот, вот, что мне интересно. Ну, хорошо, вот вы стали, вы стали одна. Вы остались одна, да, мужчины вас бросили. Почему вы никого другого не встретили? Ни с кем другим не общались? Что мешало? Общаться с другими мужчинами. Почему только за ним бегаете? Далее, далее у нас будет с вами такой последний момент, на котором я хотел бы тоже ваше внимание заострить. Вы говорите, что вы не можете осознать, значит, того факта, что вы с мужчиной больше не вместе. Ну, вот, не можете вы осознать этого факта. Соответственно, возникает вопрос, если вы не можете осознать этого факта, то почему? Почему не можете осознать? Что мешает вам это сделать? Что мешает осознать, то что вы с ним не вместе. А мешает осознать, это, скорее всего, ваше желание. Скорее всего, ваше попрепенности. Скорее всего, вам не позволяет ваше же сознание принять тот факт, что вы не вместе, потому что это автоматически означает для вас определенные негативные негативные обстоятельства. Какие? 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 Ну, например, осуждение, допустим, подруг, осуждение, допустим, той среды, в которой вы находитесь. Вот. Вот это вам вполне может быть неприятно. Да? Вот эти вот вещи. Вам это может быть не по душе. И вы постарайтесь сами подумать. Вот представьте себе, что вы одна. Да? Что вы с ним больше не будете. Что конкретно для вас изменится. Причем изменится же не просто так, а изменится-то именно в худшую сторону. То есть для вас что-то поменяется в очень резкий негативный уклод. А вопрос возникает сразу. почему молодой человек и любой человек обладает над вами такой силой, что это влияет на вас. Здесь может быть и неуверенность в себе, и отсутствие любви к себе, и непринятие себя, и различные страхи, комплексы. Что именно у вас нужно разбираться, потому что информации о себе вы написали очень мало. Вот. Но я думаю, что если вы действительно хотите свою проблему решить, то вот только так нужно над этим работать. Вот. Вы говорите, что я знаю, что нет смысла названивать и написывать ему. Но я же знаю, что мы расставим нас. Да, я не могу. Почему? Потому что боитесь. Потому что для вас страшен не сам факт расставания. Это нормально. А для вас неприятно именно то, что за ним последует. За расставание. Вот это вот, пожалуй, такой очень важный момент, который вы, конечно же, упускаете и на него не обращаете внимания. Также я еще раз напоминаю вам о том, что неплохо было бы вспомнить о своих мотивах, которые заставили вас уйти от него, например, точнее, которые заставили вас уйти от него. Вот. И вспомнить о том, что он от вас ушел сам и легко вас променял на другую. И довольно долго он это делал. И также подумайте о том, почему кроме него, кроме этого человека, у вас больше никого нет. Он для вас никто. Он вам не муч, чтобы вы его вот так вот привязывали к себе. Он вам не родственник. Да? Это просто мужчина. Просто ухажер. Сегодня он с вами, завтра он без вас. вопрос в том, почему у вас он только один. Почему других ухажеров нет? Вот об этом подумают. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.